Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Доминато Спейс, и добро пожаловать на мою первую версию моего Лего Королевства. Многие мои подписчики спрашивали, куда же делся твой старый Лего Город, когда будут обновления. Что ж, могу, наверное, с уверенностью сказать, что Лего Города в ближайшее время не будет, так как у меня кое-что новое. Это у нас Лего Королевство моё самодельное, ну как королевство, это скорее просто две части королевства, разъединяемые вот этой вот рекой. Но в любом случае места больше нет, чтобы сделать, да и так-то зданий уже основных от Лего Компании у меня так-то по Средневековье уже это и нету. Но в любом случае давайте посмотрим, что я соорудил, что я представляю как такое вот маленькое Лего Королевство. Ну и давайте начнём с доброй стороны. Здесь у нас обычные рыцари, и для замка их я использовал Хельма Упать. История вот этих вот действий самих по концепции просто подходит Хельма Упать в это королевство, поэтому я решил её поставить. Да и другого Лего Замка у меня нету. У меня и был один в 2009 году, но он у меня, конечно же, разобран по частям. А собирать его уйдёт дня три, и то не факт, что полностью я его соберу. Ну, в любом случае здесь множество наборов из Властелина Колец, вот эти вот чёрные врата, это Властелин Колец, вот эта часть Властелина Колец, ну и, конечно же, сама Хельма Упать. Ну, ладно, в общем-то, давайте перейдём уже к самому замку. Здесь мы можем видеть короля Ревота, вот он у нас тут стоит, как раз-таки из того набора 2009 года. Конечно, у него уже меч постёрся, потому что он старый, но в любом случае этот король всё равно является моим любимым из всех серий Лего. У него имеются по богам два гвардейца, меченосца, которые его охраняют, и вот один главнокомандующий решил по мостику пройтись на стену стати, посмотреть, что там происходит. Хотя здесь уже есть элитные солдаты. Не одна часть стены не оставлена без переспонтера, великолепный глаз рыцаря, и, как вы можете заметить, все вот эти стены, они защищены. Ну, вот кроме вот этого поста, вот как раз-таки этот рыцарь сюда и идёт, направляется. Ну, а здесь у нас два рыцаря с длинными секирами, у них тут ещё небольшая пика на конце, и вот ещё новобранец с щитом и мечом. Также здесь имеются два ещё новобранца, у них также два щита и два меча. В принципе, внешне различаются незначительно, только по туловищам и лицам. Рядом с ними стоит катапульта, и вот там вы можете видеть алебарду. Также здесь у нас щиты и топор лежат в таком ящичке, и врата охраняют три рыцаря вот таких вот с секирами. И, как вы можете заметить, там у нас ещё одна корона и золотой доспех. Здесь идёт рыцарь, и по дороге к небольшой кузне с наковальней точит камнем свой меч. Ну, и тут рядом с ним стоит стол с чайником, из которого вон пара выходит. И рядом лежит маленькая секира. Здесь гном помогает рыцарю элитному также, у него перо даже есть, сковать его меч на наковальне. И там у нас две лошади стоят. В принципе, вот такой вот замок получился. Ничего у него особого нет, я просто фигурок по-разному расставил. Ну, и внутри надо будет посмотреть, что ещё можно сделать, так как тут это место выглядит достаточно пустовато, и это мне не особо по нраву. Здесь у нас катапульта имеется, уже побольше. Дабы, если будет осада замка, они могли отсюда, допустим, из лесу стрелять по врагам нечисти и скелетонам. Тут вот рыцарь у нас выходит на дуэль против вот этого вот скелетного рыцаря с крутейшей лошадью, которую я наполовину сам, самодельная наполовину она, потому что вот этого огня, вырывающегося демонического из-под ног и глаз, не было предусмотрено в наборе. Здесь ещё один разведчик, точнее не ещё один, а просто разведчик рыцарей. Это на дуэль выходит этот разведчик. В принципе, тут-то осталось только показать вот эти разные деревья, трава различная, в общем-то, всё как обычно в Средневековье, всё было, не было асфальта и дорог, всё было вот так. Но здесь есть один фокус. Тут у нас, вы можете видеть, такого вот ассасина, он называет себя убийцей скелетов. У него вон имеется там меч в кобуре и также в ножны, точнее, тфуты в кобуре. И он целится из лука и готовится стрелять вот в этих двух орков, которые там о чём-то беседуют. Здесь также имеется домик Хагрида из Лего Гарри Поттера, опять же, подходит по концепции. И, опять же, здесь не должно быть никакой магии. Точнее, магия тут есть, но Гарри Поттера здесь не будет. Что ж, здесь течёт такая вот река, которая проходит даже сюда. И вот там вы можете видеть вот эту вот лодку, лодку троллей с их вот этим вот флагом. Хотя, на самом деле, он играет роль паруса. И, допустим, если крепость нечисти подверглась нападению, и рыцари пробрались очень далеко, аж даже вот сюда, на главную площадь, то они могут, допустим, злой колдун, Мелак Мелайн и главнокомандующий троллей могут спокойно тут уплыть по реке куда-то на другую базу. Ну, собственно, давайте уже посмотрим на вот этот демодический замок. Хотя это, скорее всего, крепость, опять же. Здесь вот такая вот самодельная есть врата. Они открываются, конечно же. Они, конечно же, открываются, и наш генерал Орков может спокойно выезжать. Да, и то у меня произошла небольшая техническая неполадка, точнее, не техническая, а конструируемая, что я сейчас сказал, неважно. Собственно, вы можете видеть, как вот этот маленький кирпич крепится к вот этой вот детали, которая символизирует как раз-таки верх вот этой башни. Ну, и он норовит отпасть иногда, потому что крепление ослабливается, и всё очень плохо. Поэтому надо придумать какую-то другую конструкцию, но пока, опять же, это первая версия королевства, всё будет изменяться. Здесь мы можем видеть маленькую алебарду с призрачным воином-скелетом. Также тут цепи различные, не знаю, добавляют готичности данной структуре. И сами врата. Вот такие вот врата. Тут у нас скелетик с булавой и в шлеме. Не хочет фокусироваться почему-то, не знаю почему. Вот. Так вот, скелетики. Тут у нас ещё два скелетика воина. Охраняют врата. И вот тут у нас скелет часовой с рогом, если что, он будет в него трубить. Если увидеть приближающихся рыцарей. Так вот, тут у нас орки беседы, я их уже показывал. Ну и, собственно, вот так вот всё это выглядит. Конечно же, вот этот вот демонический скелет воин. Красивая, конечно, мини-фигурка. Да и лошадь тоже. Вообще, самый крутой, кто тут есть. Ну и входим мы в крепость нечисти. Здесь мы можем видеть двух охранников-орков. Вот так вот они выглядят. В принципе, абсолютно идентичные. Там у нас имеется тролль, здоровый тролль с булавой. И некоторые там аксессуары. Тут два воина скелетов. Как вы можете видеть, у них уже ноги удлинены. И они в броне. Они охраняют вот эту вот базу. Точнее, не базу, а маленькую. Маленький замок вот этого вот. Злого колдуна Мелека Мелайна. У него там молния вырывается из посоха прям. Здесь, конечно же, имеется его дракон. Вот такой дракон тут стоит. Два лучника, скелетика. У них сзади там колчан со стрелами. И они в плен захватили вот этого вот бедного рыцаря. И он никак выбраться не может. Потому что как тут выбраться через такую орду полчища просто монстров. Здесь вот выезжает этот генерал-орков, которого я вам уже ранее показывал. Здесь у нас в барабан костями бьет орк. Точнее, не орк, а тролли. Вот эти вот орки. Ой, тьфу, куда я на скелетах показываю? Вот эти вот орки, а вот эти вот тролли. Здесь у нас орк на наковальне себе меч кует. Точнее, вот тот вот создает себе меч, вот из печки достает. А вот этот он уже ему форму придает более изящную. Хотя у него это, как вы можете заметить, не очень получается. Орки гораздо более плохие вкуснецы, нежели гномы. Поэтому у них мечи все такие покореженные уже, будто бы. Здесь у нас стол со стульями, где уже успели поесть орки и выпить вина. Ну и здесь у нас главнокомандующий скелетов дает указание вот этим вот своим элитным воинов скелетов. Они такие темные, будто бы. Здесь у нас некоторые скалы, ну и опять же, там у нас шлем, сталактит и небольшая оружейная. Тут у нас, вы можете заметить, мечи различные, ну и факел. Там у нас кристаллы некие. И, допустим, когда король, допустим, улетел куда-то, это как в игре престолов постоянно, вот Дейнарис, Таргариен. От нее всегда драконы улетали. И, ну, вот этот Дрогон или Драга, я не помню, как его звали точно. В общем-то, тут можно так нажать, и это будет символизировать этот алтарь дракона, как я его назвал. И так можно будет вызывать дракона в крепость. Если он, допустим, будто-то полетел скот покушать, то можно его так достаточно просто вызвать. И он, конечно же, прилетит, ведь он верен своему колдуну. Ну и здесь все, как я уже вам ранее, в принципе, показывал. Вот эти детальки из властелина колец хорошо символизируют различные деревья темные. Вот так там все выглядит. Ну и там еще один скелетный воин. Он, как вы можете видеть, из Вархаммера, но видоизмененный. То есть я ему дал шлем, убрал болтер, так как это же все-таки средневековье, а не футуристика. Ну, в принципе, вот такое вот у меня самодельное лего-королевство. Надеюсь, вам этот обзор понравился. И надеюсь, вы не сильно опечалены тем, что я свой лего-го-город разобрал. Была только одна версия на лего-город, но меня уже как-то что-то не тянуло на создание дальнейших версий. И я решил попробовать сделать лего-королевство. Ну, думаю, оно у меня получилось достаточно неплохое. Здесь представлена такая битва противоборства двух сторон, добра и зла. И это выглядит достаточно неплохо. Я думаю, занимает она, конечно, большое место на подоконнике, но в любом случае это того стоило. То время потраченное на создание этого королевства. К сожалению, у меня было немного вот таких вот, видите, пластин. Вот, вот таких вот. Мне пришлось использовать другие из маленьких пластин вот эту речку, выстраивать каждую плитку на плитку. Искать это всё в огромных ящиках. И это было достаточно мучительным трудом, но в любом случае вышло очень даже неплохо. Ну что, напишите в комментариях, что вы думаете про это лего-королевство. С вами был я, Доминато Спейс. Всем удачи, всем пока.